И о погоде. Помните еще в советские времена, те кто волнуется и переживает за погоду, вот эта фраза нас всех притягивала. Мой папа буквально останавливал всю жизнь в доме и просил тишины для того, чтобы послушать погоду. Погода это основное для нашей жизни, потому что нужно знать какая погода будет сегодня, будем выходить в поле или не будем выходить. И для нас сегодня, для дачников, огородников, для каждого человека очень важно знать, что делать сегодня, как спланировать свою работу. И очень важно для тех, кто просто в городе живет, взять зонтик или не взять этот зонтик для того, чтобы будет дождь или не будет, или одеться потеплее, или снять с себя какие-то теплые вещи. И о погоде неспроста я сегодня буду говорить об этом. Почему? Очень важно. Сейчас эта тема, она становится очень важной и в принципе самой главной для того, чтобы нормально себе спланировать свою работу. Особенно для тех, кто занимается производством сельхозпродукции, кто занимается выращиванием овощей, плодов и кто занимается уходом за землей. Но вот я хочу напомнить, что погода зависит от двух важных факторов. От факторов Солнца и Луны. Солнце это источник энергии, который постоянно дает нам эту энергию, светит и греет и фотосинтез, с помощью которого происходят все процессы в растении. Ну и мы живем благодаря Солнышку. А Луна распределяет эту энергию. Вот это солнечно-лунные циклы очень важны. И все, кто составляет прогнозы погоды и пользуются этими циклами, они в принципе почти не ошибаются. Вот наши известные такие, уже правда умер Некрасов, очень серьезный такой человек, который занимался погодными предсказаниями. Горбань, это тоже мой украинский земляк, который именно четко раскладывал эти циклы. Так вот, сейчас вот по семилетнему циклу год был Марса. Год Марса, я об этом, кстати, рассказывала на своем сайте в начале года, сайт «Райский садочек органической земледелии». И там делилась с вами тем, что нас ждет, что год Марса обычно всегда, это год, когда жарко летом, когда часто идут резкие перепады, погодные температуры, жарко, холодно и обязательно гром. Но он громовершец. То есть Марс это такое вот, такое существо божественное. Ну и планета, видимо, тоже такая. Этот год уже, в принципе, заканчивается. Мы уже убедились в том, что это действительно было так. Была у нас поздняя весна, поздняя зима, лето очень короткое, июнь был прохладный. Три с половиной месяца лета за счет вот половины месяца сентябрьского. Сейчас продолжается год Марса, и еще нам осталось половину осени практически. Проследить за погодой. Ну и начало зимы. Что же нас ждет сейчас? А ждет нас сейчас, ну, по принципу Марса будет прохладно, будет холодно. Какие-то периоды будут, утепели будут, но очень рано будет холод, придет к нам. И зима придет холодная, она придет в свои сроки, именно календарные сроки. Как определить погоду? Как вот доказать, что именно вот это такая погода будет? Вот я неспроста здесь повесила кусочек веточки елки. Не для того, чтобы украсить ее к Новому году игрушками. А хочу вас направить, посмотреть на свои еловые, если они у вас есть, или в парках. Посмотрите, где располагаются шишечки на этих деревьях еловых. У меня просто молоденькие еще деревья, я не могу показать, потому что у них еще нет шишек. А вот вы посмотрите, там зрелые большие деревья. Если шишки находятся наверху, то в вашем регионе зима придет в конце, то есть во второй половине зимы, к концу больше. Если шишечки у вас находятся сверху и в середине, то зима вступит в свои права в середине календарной зимы. Если же шишечки находятся снизу, в середине и сверху дерева, то зима вступит в свои права в начале календарного года и будет длиться от начала до конца со снегами, с морозами. Так что шишечки это показатель того, что какая будет зима. Для того, чтобы определить зиму, какая будет впереди, можете посмотреть еще, понаблюдать за своими питомцами. Питомцы это кошечки. Если у них шерсть длинная, много набитая, такая пушистая, то они готовятся, они знают эти ритмы природные, они готовятся к зиме. Вот еще одно есть растение, вот я хочу вам показать то, что может пригодиться, чтобы определить, какая будет зима в вашем регионе. Вот этот лук. Если в прошлые годы этот лучок был почти без шелухи, без одежки, то в этом году у меня вот два вида лука. Это лук семенной, который в первый год созрел, и лук, который с маленькой арбаджейки у нас называют, лучка выращивался. Видите, сколько у него толстая кожура, толстые одежки. Это холцедон, у него тоже толстые-толстые одежки. И этих одежек много. Вот они. Видите, ну, чтобы достать лук, нужно хорошенько потрудиться, чтобы снять эти одежки с него. Шелуху вот эту снять. Это говорит о том, что, еще моя бабушка говорила, если этот лук хорошо одет, жди хорошую зиму с морозами, со снегами. Причем зима наступит в свое время, когда она должна прийти. Итак, мы с вами увидели, что доказательство того, что зима будет у нас довольно-таки хорошая. Зима будет со снегами, с морозами. Она свой норов покажет во весь период, от начала и до конца. А теперь мы поговорим о том, что нас ожидает в следующем году. Ну, по лунному циклу, этот, наступивший, 2017 год, наступающий, это будет год Солнца. А год Солнца, это всегда сухие годы, потому что управляет годом Солнышко. А сухие годы, это о чем говорит? О том, что нужно будет заранее подготовиться. Вот что нужно будет подготовить к тому, чтобы вырастить овощи, для того, чтобы вырастить сельскохозяйственные культуры. Это то, что нам нужно для питания. Первое, очень важное. Нужно подготовить укрытие. Вот я неспроста сегодня здесь нахожусь и снимаем это видео. Дело в том, что именно укрытие помогут получить раннюю продукцию. В жару продукцию получить будет практически невозможно. Еще один важный момент. Если у вас укрытие и ранняя продукция, пожалуйста, подготовьте уже сейчас сорта именно ранних овощей. Все должны быть ранние. В случае, если, конечно, есть теплица, то можно такие высокорослые томаты, допустим. Ну, огурцы тут уже не имеет значения, а вот именно томаты, перцы, баклажаны и щики ранние сорта. Они вам помогут получить раннюю продукцию и быть с урожаем на следующий год. Следующий момент очень важный. Кроме укрытия нам нужно обязательно подготовить защиту. Если год сухой, солнечный, обычно в такой год мало развиваются споры грибковых заболеваний. То есть грибковые заболевания у нас практически будут, они будут, но их будет мало. Будут там, где будет очень сильный полив. А там, где поливаться будет мало, будет мульчат, то, естественно, проблем с этим не будет. Но зато будут проблемы с вредителями. Год солнца – это вредители, причем много разных вредителей. И эти вредители трудно будет убрать. Химические препараты в жару не работают фактически. И вы это уже знаете, убедились на своем примере этого года, прошлых годов. Можно будет работать с биопрепаратами. Нужно будет работать с настоящими качественными биопрепаратами. Потому что то, что вы покупаете в магазине, оно переморожено, оно на солнце стоит. Оно уже там, бактерий вообще практически никаких нет. Это второй важный момент. Итак, ранние сорта, защита, очень важно подготовиться к поливу. Полив, капельное рашение, мульча, уже сейчас нужно это готовить, замульчировать, чтобы меньше было потери воды. Капельное рашение такое, поливое, нужно подготовить емкости для того, чтобы сохранять воду, сохранять влагу. Вот такие важные, очень важные моменты нужно обязательно в связи с этим предсказанием погоды подготовиться к этому. Ну, весна еще, несколько слов о весне. Весна будет очень такая вот прохладная. Она, в принципе, будет как и раньше. Зима заканчивается, в март месяц еще с морозцем, со снежком. В апреле будут еще заморозки, даже у нас на юге. И в мае месяц, начало мая, до середины еще будет прохлада. Но прохлада где-то после 15 мая начнется вот такое постепенное, но интенсивное начало лета. И лето будет теплое, жаркое, солнечное. Осень наступит, как обычно. В сентябре еще будет теплый месяц, а потом будет снова же холод. Так что нам нужно подготовиться с вами к тем погодным условиям, которые вот нас ожидают. Вот так что Раиса Горяченко с прекрасного города Измаила делится с вами вот этими своими наблюдениями. Тем, что где-то записывала, писала какие-то дни, вот это анализировала. И вот сейчас вот мои наблюдения, они уже подтверждаются в последние годы. И я хочу с вами ими поделиться для того, чтобы вы тоже могли подготовиться. Да, в каждом регионе будут какие-то свои нюансы. Но у вас есть шишки, у вас есть какие-то другие растения, у вас есть кошки. Посмотрите внимательно, и вы будете знать, что делать зимой и подготовиться заранее к этому периоду. Ну вот так вот о погоде. Я думаю, что эту тему мы будем продолжать. Это начало этой серии о погоде, потому что нам нужно будет готовиться. Один человек не изменит. Позитив, позитив и еще раз позитив. Если нас будет много, и мы будем мыслить позитивными категориями, то естественно и будет меняться погода, будет меняться земля, и будет становиться более комфортная наша погода, наше окружение, где мы находимся, где мы живем. Будьте мне здоровы, мира в ваших душах, хорошей погоды на вашей улице, в вашем доме, в вашей душе. Пока-пока. Будьте здоровы.